Если сейчас ехать и думать только о дороге, без появления пешеходов, то однозначно идет такая однобокая борьба. Водитель за свои интересы, пешеход за свои интересы. В таком споре победителей не бывает. Оба участника движения рискуют остаться без здоровья. В последнее время количество ДТП в крае стремительно растет. И даже регулируемые пешеходные переходы не всегда способны предотвратить трагедию. Никакие знаки, никакие средства организации дорожного движения, ни светофоры, ни разметка ничего не может гарантировать безопасность участникам дорожного движения. Свою безопасность они могут гарантировать себе только сами. За последние полгода количество погибших в ДТП в крае выросло на 40%. Только за июль на территории региона в результате аварии скончался 31 человек. Причем по статистике каждая третья авария происходит по вине пьяных водителей. Этой теме сегодня посвятили совещание в правительстве региона. Из 111, которые погибли в первом полугодии, 19 человек погибло в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешехода. Что такое? У нас водители специально гоняются, что ли, за людьми, которые по улице ездят и выходят? На заседании Краевой комиссии во главе с губернатором края Виктором Томенко были затронуты все аспекты дорожной проблемы, так как рост происшествий распространяется, в том числе и на детей. Особую тревогу вызывает состояние детского дорожно-транспортного травматизма. Количество ДТП с участием детей увеличилось на 23,2%, в которых погибло два ребенка. Число раненых увеличилось на 25,2%. Правила дорожного движения изучают еще в детстве, но почему-то пользуются ими далеко не все. А в теплое время года ситуация обостряется еще и тем, что не каждый умеет правильно перейти дорогу с велосипедом или самокатом. И чаще всего это случается на перекрестках, где и нужно быть особенно внимательными. Пешеходный переход на перекрестки – это всегда повышенный риск попасть в ДТП, так как при столкновении автомобилей человек может просто не успеть отскочить в сторону. Поэтому лучше держаться подальше от края дороги и внимательнее смотреть по сторонам. В результате заседания правительства было принято решение увеличить число дорожных знаков, разметок, средства фото и видеофиксации. А к новому учебному году в Барнауле планируют усиленно заняться обеспечением безопасности переходов вблизи школ края. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком.